На матч, все, мы в принципе готовы, команды готовы, это еще приятнее нам видеть. Ну и команда Asus Polar уже разобрала своих игроков, разобрала их со старта, ну вроде как без изменений. Фобос будет играть у нас на Spirit Breaker, Лил забирает себе Лину, ФНГ будет играть на Скайросмаге, Год будет на Магнусе играть, ну и Лидан, конечно же, забирает себе Бристолбека, фармить будет, как я понимаю, Изилейн. Артес забирает себе Тролль Варлорда, Афонид же будет стоять на Квапе на Мидлейне, Годдем саппортить Артеса, как я понимаю, у нас легкая линия Дредд с Горцем отправляется вниз. К Лидану наверняка придут у нас на помощь, игроки команды Asus Polar, самого Лидана оставлять на нижнем Лейне было бы вообще чревато для команды Asus Polar. Бриста нет, Ак сложно гнобить, если двумя-тремя хорошенько его харассить и дамажить, а тут это все возможно, в принципе. ФНГ уже увидел Годдема, на тебе, Годдем, разомнись немножко, шурнули по Годдему, Годдем отсюда отходит. Ну, скорее всего, Asus Polar топ-лейн руну заберут. А вот Иллидан, бедняга, по кругу просто бегает от Горца. Но в итоге НС забирает руну Баунти, и, по-моему, Иллидан здесь доигрался. Он, не знаю, ничего не качал, ну так прокачай, застопь его, где пассивка, Дредд. Дредд, Дредд, Дредд. На своем стриме такого, наверное, точно не было бы. Но бежит дальше, по Горбу намешивает здесь Иллидана, как только может. Ну и доигрался, по-моему. Дредд, ФНГ прилетает у нас в Градду, ну и сейчас один спрей, в принципе, Дредд мог бы и отъехать. Горец на помощь уже, ну просто какая-то дичайшая возня. То один старшего брата зовет, то второй. Кто у кого где служил. Все, Горец отсюда отходит, Иллидан потихонечку отрегенится. В принципе, игра устаканилась. На сложной линии команда Асус Полар лил вместе с Фобосом. Фобос здесь фармит. Хотя, как-то не очень у Фобоса это получается, но один крип уже есть. Что свидетельствует о том, что Спирит у нас будет заниматься, Спирит Брейкер будет заниматься у нас фармом крипов. На мидлейне. Год против Афонинджа на Квапе. Квапа уже проседает по ХП. Магнус, в принципе, тут толстоват. Сильно так легко не пробить. Ждем. К линии стали 2-1-2. Добро пожаловать в старый добрый Пап. Фармящий герой. Саппорт. Фармящий герой. Саппорт. То же самое на топ-лейне. Ну и на мидлейне. Кто должен стоять, тот и стоит. В принципе, в общем-то, привычное для каждого обычного зрителя, который в Папчике катает Дота. Ничего не стали выдумывать. С триплами. Уходом в сложную в соло. Просто занимаются фармом. Ну, на данный момент по фарму первый у нас Афониджи. Хотя вот по ХП Афониджи тут дико вообще просел от Магнуса. С другой стороны, год у нас без маны остается. Ну, вот, собственно, Боттл. Все, у Афониджи Боттла в Курьере нет. Потому что Афониджи у нас сразу в Мулталисман пошел. Хотел получше пофармить. Вроде бы получается. С другой стороны, Магнус тоже не сильно проседает у нас по фарму. Но ждем появления Боттла на Аквапе. Совсем немножко осталось. На топлейник Гаддем просто саппортит. Хотя еще тут и крипа себе позволил добить. У Артеса 9 на 1. Фобос, который должен фармить 8 на 1. Очень ровный дут обе команды. Внизу у Иллидана 7 на 3. Горец, который у нас фармит 6 на 2. Ну и Дредд. Дредд тоже себе позволил троих крипов забрать. Как вообще, как посмел. Ну, скорее всего, здесь через... Через Purification забрал крипов. Так я не думаю, в принципе, что Дредд у своего керри мог бы позволить на ранних лвелах, на ранних минутах умудриться забрать фарму собственного керри. Горец цепляет здесь ФНГ. Недалеко Дредд у нас. Дальше пошли за ФНГ. Да и Дредд здесь просевший. Ой, Иллидан, мне кажется, Дредда сейчас отправит в таверну. Еще один спрей. И Дредд отъедет. Нет, маны. 33, 34, 35. В это время Горец делает фестблат на ФНГ. И погнали Дредда дальше. Ну, все. В итоге команда Hellraiser забирает первый фраг. Прошу меня извинить, что мы его не увидели. Поверьте, там ФНГ нелегко вообще было стоять против горца. Особенно в файте участвовать. На топ-лейне цепляет у нас Лила. Лил под ноги Лайтстрайкера и ФНГ уже здесь. Ну и разваливают быстренько Лила. Эшеры повели 2-0. Какое дикое вообще начало от Hellraiser. Вроде как на соплях в каждом файте. Вроде бы где-то уже при смерти героя Hellraiser. И умудряются один фраг отковырять. И уйти, да, не очень целыми. Но при этом победителями из файта. 2-0. Начало для Ашер многообещающее. На мид-лейне у Магнуса 13 на 1. У Квапы 20 на 10. Вот по фарму, конечно, год сильно отстает. Вот Queen of Pain. На то он и год. В принципе, на то он и Магнус. Все-таки у Квапы рейндж повыше. Да и раскастый. Подешевле. Тут Магнус, понятное дело, что со своим монопулом в 330 сильно не поспамит шоквейвами. Горец забрал First Blood. И вот это самая приятная новость, наверное, для команды Hellraiser. По золоту. Они уже на тысячу опережают своих оппонентов. По экспириенсу тоже на тысячу. Впереди команда Asus Polar. Polar никогда не славились у нас каким-то ярким и агрессивным началом. Но сколько я за ними наблюдаю. Сколько они были у меня в кастах. В основном ребята раскрываются где-то к мид-гейму. Но, может быть, это тенденция последнего времени для Asus Polar. Может, так было всегда. Не в курсе. Но в последнее время 100% так. И Empire тоже поначалу так сильно у нас Polar наказывала. И все у них так хорошо складывалось. Пока не раскрылись у нас Asus Polar. Что, 1-2. Забрал Spirit Breaker в это время Лину у нас на топ-лейне. Но здесь на лоу хп был Иллидан. Решил на него посмотреть. Короче говоря, не Лину. Так, Лину раз. Нет, не Лину. У нас Goddemo забрали. Да, у нас Леон отвалился. 1-2. Asus Polar 1 фраг у себя отковыряли. Следишь здесь за Иллиданом. Вроде сидит по хп просаживаться. А там раз. И Леон как-то очень стремительно у нас отъехал. По итогам файта еще и 350 с Леоном поимели. Фобос на топ-лейне. Уже есть Орфов в Веном. Практически готов. Пауэр Трэдс. Артес. Погнал у нас Фобоса. Goddemo без подкопа. Подкоп по Лилу. Поздновато. В принципе, Артес сможет у нас и зацепить Лила. Засловили его. Еще один удар. Разваливается у нас Лилу. И Артес на лоу хп. Но здесь Фобос под топорами вообще не решается драться. И, наверное, правильно делает. Charger Darkness. Вот только-только. MP натикал. 1-4. Еще и Горца завалили. Да что ж вы. Деритесь где-то в одном месте, ребята. Соберитесь в кучу. И деритесь себе. Стали село на село. И меситесь. Чтобы никого не пропускать. Убили у нас в это время Горца. Горца у нас забрал. Сейчас скажу, кто. Никто у нас. Крипы забрали Горца. Поделили между... Или данным и Скайросмагом. Так, Магнус на лоу хп здесь проседает. А Фониджи его слишком надамажил. Через Соник Вейв. Гот отсюда бежать. Я смотрю, ребятам вообще уютненько так по своим лайнам. Не собираются выходить. У нас файты никак не связаны с какими-то ганками, с какими-то выходами на другие лайны. Просто стоят и месятся тут поочередно каждый на своей линии. У каждого своя дота, своя атмосфера. Горец тут лбом просто в ФНГ врезается. Не может понять, чем дело. Понял. Проверил на вкус ФНГ. ФНГ скорее всего здесь разъедет. На нем висит опять же урна. ФНГ должен умирать. Да, ФНГ разваливается. И еще отстановится 3-5. Магнус уже здесь. РП есть, если что угодно. Но горца попробуй догони. Забрали Омни Найта со стороны команды Хелл Рейзерс. И от Асус Пола РФНГ у нас отъехал. Один в один разменяемся. В принципе, ровненько все. Давайте общие графики посмотрим. Почти 2000 в пользу Ашеров. По экспириенсу тоже 1700 в пользу команды Хелл Рейзерс. 7 минут сыграли. Я такое ощущение, что ребята уже полчаса у нас играют. Фраги нон-стоп. За 7 минут 8 фрагов. Для ранних этапов, по-моему, великолепно. Готовится год у нас поймать Квапу. В РП Афонин же влетает. Ну и скорее всего не успеет сделать. Блинкаут, да, не получается. У Квапы разваление. Первый фраг для года в этой игре. Так, у нас дальше погоня за Фобосом. Фобос знает, в принципе, как бежать отсюда. Куда Фобос? На нижний лайн. Куда вообще ты направляешься? Просто пробежаться решил. Фобос у него тут кросс. Бежит на горца. Разгон на горца. И можно, в принципе-то, его ловить. Где ФНГ находится у нас? ФНГ слишком далеко, чтобы дать сайленс по горцу. Или хоть как-то его засловить. Но опять же, попробуй засловить. Репел уже повесили у нас на Найт Сталкеров. Фобос зря бежал. Все нормально, все окей. Беги назад. Фобос у нас отправляется к своим лесам. По золоту 1500 Ашеры. По экспириенсу тоже они. Но немного подздали. Горец испытывает нервы команды Асус. Я думаю, в принципе, рано или поздно доиграется. Репел пока на нем висит. Разгон уже. По нему от Спирит Брейкера. Ну и Мистик Флеер под ноги. До свидания. Горец. Горец отправляется в таверну. 5-5. Как-то перебыковали Ашеры в данном вопросе. И могут в полной мере вообще огрести. На Афоне же висит репел. Но здесь с руки его ковыряют. Фобос на лоу хп. Денает. Да, денает у нас Фобоса. ФНГ забирает Спирит Брейкера. Фраг команде Ашер не достается. Но фраг в виде Бристлбека достался. Ну и Асус Полар в свою очередь забрали Горца. Почему Горец у нас такой сорвиголова. Мне непонятно. Только-только здесь был Фобос. Знали, что далеко уйти не может. Знали, что там отхил в принципе есть. То есть Фобос ворвался с достаточным количеством хп. Чтобы Горца застопить, добить. Просто как-то застанить. Поверили. Ашеры в себя. Немножко переиграли в данном вопросе. 1600 по золоту для них. И по экспириенсу 1000. Давайте пока у нас 9 минут уже прошло. И пока игра более-менее устаканилась. Посмотрим по шмоткам, как дела стоят. Ну и первая шмотка у нас сразу же в топ выходит моментально. Это даггер, который появляется для года. Уже летит сюда. Правда ничего больше кроме даггера нет. Батла пустая. И маны у нас у года тоже нет. А так в принципе все в КД можно было бы повоевать. А на нижнем лейне у нас Элидан. Бристлбек уже имеет Бутсов Спид. Есть на нем Ринков Басилус и Стаут Шилд. У Лила ничего. Тапок и Нул Талисман. Ну как для саппорта. В общем-то неплохо. Горец в это время уже приобретает себе урну в Шадоус. Практически хватает денег на ПТ. И Стаут Шилд вместе с Батлом тоже есть. Так, Гадем у нас развалился на топ-лейне моментально. Стирает его с лица земли Скайросмак вместе с Фобосом. Понятно, что Фобос тут львиную долю демиджа нанес. Ну и... Команда Хелл Рейзерс начинает по-моему плыть. Дредд вместе с Гордцем в РП. Ну и Дредда развалили, а за ним развалили Гордца. Как-то слишком. Асу Споллар взяли за Ашеров. То, о чем я говорил. Ранняя игра вроде бы как-то за соперниками Асу Споллара чуть-чуть голову подняли. Набрали необходимый левел. Взяли нужные артефакты. Ну и все, и Ашеры посыпались. На данный момент сейчас они выигрывают менее тысячи уже по золоту. А по XP Асу Споллар выходят вперед. Яфонид же как здесь оказался? Кого бил? За ФНГ у нас бежал Афониджи, как я понимаю. Даже тэпаут отменяет. Возвращается у нас своим ходом. Так, по вещам давайте пробежимся. Мидер команды Хелл Рейзерса, а именно Афониджи на Квапе. Уже есть. Нул Талисман, Боттл и Пауэр Трэдс. В Курьере... В Курьере уже лежит Ставу Физерди. Вот так вот Квапа, как я понимаю, у нас выходит то ли в Еул, то ли в... То ли в Аганим. Там по ситуации станет ясно. ФНГ поймал здесь Артес. Ну и на тебе палец смерти. Гадем разваливает Скайра Смаг. Не дал возможности провязать реверс Мистик Флеер у нас в Артеса. Было бы действительно Артесу больновато. Ну и забрали. 8-8. Игра очень ровная. Качели, конечно, мне очень-таки нравятся. То одна команда, то другая. Вперед. У Бристлбека уже есть Ринг оф Хеллс. И, в принципе, уже можно ПТ себе нести. Или Дану. Или все-таки будет копить на Вангвард. Посмотрим. Ставт Шилд есть, Ринг оф Хеллс есть. Бристу вообще Вангвард будет не лишним. Тут от этого тролля сумасшедшего от той же Квапы Раскасты переживать ХП никогда не бывает лишним. Плюс еще и защита от физдэмэджа. Понятное дело, для Бриста лучше артефакт на ранних лвалах и не придумать. Лил. По-моему, Лил здесь, скорее всего, умрет. Один удар по Лилу еще. Лил у нас умирает. Афониндж забирает этот фраг. Фоба сврывается у нас на Афонинджи. Пошла ульта и успевает сделать линкаут в Квапат. Недалеко, правда. Убежала. Год. Здесь есть РП у Года. Надо просто ловить Горца и Дреда. Забейте на Дреда. Горец важнее. Опять же, под Гвардианом Энджелом. Пока бегает Дред. Ну и все. Дред говорит, Горец, иди, я их задержу. Задержу, как в старых добрых фильмах. И Горец такой, нееееет, Дред. И все, и дождь, и крики, зачем? Понятно, что у Найт Сталкера такого нет. Посмотрите на его лицо. Какая вообще драма в этом герое. Найт Сталкер выживает в данном файте. В итоге потеряли Дреда. 10-9 становится счет. И Ашеры по золоту полторы тысячи, в принципе, себя отковыряли. По экспириенсу тоже тысяча Ашеры впереди. Гадем терпит здесь от всех, кого только можно терпеть. Рассказ пошел от Афониджа. ФНГ сливают. Умирает также Гадем. Ну и разгон по Афониджа надо отменять. Фобос, не вздумай. Брис проседает у нас от Горца и Дреда. В это время на нижнем лайне. Квапа побежала, и дальше за ней Фобос. Так, Брис, таковыряют ли его? У Горца есть мана наводит. Надо просто... Надо просто бежать отсюда. Потому что с Фреевтом на Горца уже 6 штук. Еще один раз бы у нас прыснул Бристлбэк. От Горца вообще бы ничего не осталось. Под Репелом дальше за Лилом. Ну и, скорее всего, Лил здесь умрет. Далековато ушел у нас Элидан. Горец выживает. Опять же за счет умнинайца, за счет подхилов. Что Репел спал, и Горец мог бы и отвалиться. На мидлейне. Афониджа, как я понимаю, так и не достали. Да, все-таки Юл для Квапы. Агоним будет попозже Фобос. Врыв у нас пошел на Квапу. Вместе Клэйр под ноги. И очень быстро стирают Квапу. 12-11. Что за ровная ровность? Как так вообще-то? Не игра, это какая-то дружеская встреча. Такое ощущение, что у нас шоу-матч просто. И команды решили идти вообще поинт в поинт. 12-11. В любом случае, ашеры в плюсе. Они проигрывают один фраг у нас, но по золоту почти тройку. Тысяч выигрывают. По экспириенсу чуть более тысячи тоже в пользу команды Hellraiser. Фобос на Спирит Брейкере. Уже Урнов Шадоу приобретает. Есть на нем ПТ, Орпов Вином, Рингов Хеллс. Ну, Спирит Брейкер тут в принципе солидно нафармил. При том, что пришлось стоять в сложной. Не такая уж и сложная. Можно стоять было на том лайне. Плюс под сейф от Лина был там. Ну и Тролль Варлорд. Вместе с Леоном там сильно не поспанишь. Что, встреча у нас в лесу моментально. Разрывают на два куска у нас. Скайросмага отправляют в таверну. РП пошло от года. Сразу по двоим. Гаддем разваливается. И скорее всего Фониджи может здесь умереть. Иллидан прибежал. Говорит, что, что здесь, ребята, что здесь? Здесь драка, Иллидан. Бей, беги вообще. Нет, Горца отпускает. Все-таки Горец под Репелом там даже не заплевать у нас. А, Бристалбек у нас вообще без ГУ качается. Иллидан пока что без замедления идет. 13-12. Вроде опять разменялись. Вроде тут массу ульты какие-то. И РП, и Мистик Флэйр. И все было про... Нет, Мистик Флэйр не был. Но что-то там было проюзано. Фингер оф Дэс, да. Вот Леона был проюзан. И тем не менее один в один разменялись. Ровно вообще. Один в один идут команды. Самоучитель по тому, как играть не привлекая внимания, не знаю, букмекера. Горец. Опять выходит у нас под Т1. Кстати, как Т1 у нас стоит до сих пор непонятно. Тут такое количество файтов на нижнем лане, что взрывной волной его должно было 5 раз уже снести. Разгон пошел на Дреда у нас от Фобоса. Останавливайся. Далековато. Далековато. Ладно. Игра немножко устаканивалась по золоту. Три с половиной ХР по экспириенсу. Двеска. Даже где-то три тысячи тоже команда Хелл Рейзерс. При счете 13-12. А ШР все равно тут где-то больше в фарминг. Давайте глянем на Этворс. Еще бы. Тролль Варлорд у нас вообще в файтах не участвует. Тут в Артесе все золото Хейра собрано. 6900 на данный момент у нас у Артеса. 6600 у нас у Года по золоту. Кстати, Фобос в это время забирает у нас Афониджи. И Артес будет отсюда бежать. Думаю, недалеко. Артеса поймали. Урна на нем висит. Годдем вообще в никуда подкоп. Ну и Годд будет гнать его. Скювер есть, есть Даггер. Можно попытаться ворваться в Годдема. Ждем. Да, Годд у нас возвращает Годдема назад. Ну и размазала под трамваем у нас беднягу Годдема. В итоге три безответных килла от Асус Полар. Доминейтинг для Года на данный момент. Ну и по золоту команда Асус Полар здесь в принципе где-то свое отставание сократила. Еще и половину Рошана им подарили. Вопрос для оптимистов. Тест на оптимиста и на пессимиста. У нас Рошан сейчас наполовину пустой или наполовину пол? Скажите, пожалуйста. Так, Горец у нас под репелом. Решил ворваться на Лила, но здесь и без Лила. Нормально все. Какой крутой Соник Вейв от Афонинджи. Разнесло вообще команду Асус Полар. Фобос отсюда бежать. ФНГ на лоу ХП. Где Афонинджи? Афонинджи дальше побежал на мидлейн, а надо бы бежать куда-то подальше. Поймали Фобоса. Подкоп по нему. Фингер оф Дес от Годдема. И Фобос отсюда, если уйдет, то недалеко. Афонинджи уже откатился блин. Скрим оф Пейн. Шадоу Страйк Фобоса. Кстати, дико живучий у нас Фобос. Ну и 3 в 3. То, о чем я говорю. Либо один в один дерутся игроки обеих команд. Либо три фрага команды Асус Полар. Через 2 секунды превращается в еще три фрага от команды Хелл Рейзер. Теперь 16-15. Вы вообще отойдете друг от друга? Ребята слишком ровно идут у нас. Понимаете, при 31 фраге на карте. Так, Элила, скорее всего, здесь заберут. Счет сравнивается. 16-16. Ну и Иллидана тоже у нас гонят. Иллидана, кстати, могут развалить. Артес под репелом. За Иллиданом. Урна на нем висит. Но бежит Артес быстрее. В принципе, ну тут можно и подстрять. Года РП уже готово. Просто надо подставиться всей команде Хелл Рейзер. Факт по факту, конечно, не надо. Ну что, в одного Годема у нас РП от года. Самая неудачная, по-моему, РП в этой игре. Год отсюда убегает. Ну и Фоба срывается в файт. Артес на лоу ХП. Годем вообще на дичайшем лоу ХП. 20 ХП. Здесь не отпускает уже команду Асус Полар. Хэры так дико огрызнулись. 4 фрага на ровном месте. Плюс забранный тавер. По итогам этого файта 2 тысячи забирает команда Хелл Рейзер себе в руки. И тысячу еще откусило от команды Асус Полар. Но и по ХП 3800. Вот это, я понимаю, терпели, ждали. Дождались. Опять же, по таверам обратите внимание. На нижнем лайне тавера со стороны команды Асус Полар нет. На второй линии, на мид-линии тоже нет Т1. А у команды ХР все тавера стоят. Чуть-чуть где-то там поддемажены. Ну, в принципе, там немножечко где-то замазать, где-то подрихтовать. И из-за новой сойдет тавер. Еле-еле команда Асус Полар к ним прикоснулась. И то, скорее всего, крипы. Потому что герои у нас не выходили. Потому что тавера еще не разу от команды Асус Полар. У Магнуса появляется Шадоу Блейд. Легкая наркомания от команды Асус Полар. Так, находят здесь ФНГ. ФНГ тут явно не жилец, а Ортес. Просто суки заковырял у нас ФНГ. И побежал Фобос за Гадемом. Ну, так, решил напугать. Не получилось. В принципе, Гадем ничего у нас тут не боится. И Афонин же еще на подсейв. Соник Вейв у Афонин же есть. Фобоса, скорее всего, будут забирать. Я понимаю, Чарджи в Даркнесс еще 2 секунды его не будет. Незер Страйк повязал у нас Фобос. Ну, и в итоге умирает. Дабл кил от Ортеса. Дальше за годом. Год в Инвиз РП. Еще 9 секунд не будет. Как Асусы посыпались. Как посыпались. Ортес, трипл килл. Просто идут и идут в руки Ортесу фраги. Команда Асус Полар как-то по одному решила здесь подставиться. Все великолепно у них получилось. Как для команды Ашер. Тролль Варлорд на данный момент 10500 по золоту. Уже имеется у Ортеса Сенжин Яша. Есть Доминатор. Есть Рингов Аквила. Фейсбуцы и Ортес. В принципе, еще 2300 имеет на руках. У Горца на Найт Сталкере. Ван Гуард готов. Готовы ПТ, Урнов Шаддлс и Боттл. Кстати, разгон у нас на Горца. И все уже стоят здесь, ждут. Год с РП. Будут, скорее всего, Горца ловить. Так, привозят его назад. Год. Как-то Горец у нас подпри остановился. Ну и Фобос. Бедняга на лоу ХП. Лил на лоу ХП. ФНГ на лоу ХП. Годем. Еще один удар по ФНГ. ФНГ разваливается. А Шеры живут. Все. Сдали нерву. Команда Асус Полар. Как-то слишком быстро посыпались. Плыли, плыли. Ну и утонули прямо на берегу в данном матче. Не получилось, в принципе, команда Асус Полар раскрыться к мидгейму. То, о чем я говорил, оказалось очередной аналитикой, которая не нашла своего отклика в игре. Ну, ничего страшного. Игра была веселая. Сыграли 20 минут. По фрагам тоже все великолепно. Ну и ХР повели в данном файте. Повели в катке Best of 3. У нас на повестке, надеюсь, еще два матча. Потому что матчи здесь интереснее, чем любые. Hellraiser's Alliance. Вот. Поэтому ждем. Ждем. Я думаю, Асус найдут друг для друга нужные слова. И расковыряют Шеров во второй катке. А там третью уже будем смотреть без каких-либо... Без какого-либо отопления за одну или за другую команду. Все. Пока что небольшая пауза. Перерыв. Зовите друзей. Не забывайте. Если вдруг вам понравилось... Вдруг. Вдруг такая вероятность может быть, что вам понравилось, как я комментировал. Как стримит наша студия игрокам ТВ. Подписывайтесь на наш канал Твич. Абсолютно бесплатно, безболезненно. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Нажимайте подписаться. Все новости о дальнейших стримах. Все это будет там в группе ВК. Все воды есть на Ютубе. Есть ВКонтакте. Все это всегда появляется. Мы вам так заспамим стенку. Ленту новостей точнее. Что вам жить без нас будет сложно. Все. Прощаемся на 2-3 минуты. Через 2 минуты возвращаемся в второй матч данной катки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.